Кабми на этой неделе вновь упустил возможность объявить конкурс на продажу лицензий на развитие мобильной связи по технологиям 3G. В результате, по этому показателю, Украина остается одной из самых отсталых стран в Европе. Еще в летний президент Петро Порошенко доручил до 15 серпня перевести радиочастоты с військового використання у цивильное для запуску звязку стандарту 3G. По сути, мы сталкиваемся с тем, что указ президента не выполняется и на сегодня по факту он почти что сорван. Внедрение 3G задерживает в первую очередь Кабинет министров тем, что он до сих пор не подписал изменения в 993-й постанове. А не подписал он эти изменения, насколько я понимаю, потому что они никак не придумывают, какую цену поставить за каждую лицензию, сколько этих лицензий продавать, и какие поставить ограничения на возможность участия в этом конкурсе и каких компаний. Причина, которая могла привести до затримки запуску 3G, это те, что на частоту претендуют как минимум две компании с российским кореньем – МТС и Киевстар. В умовах войны с Россией участь россиян в конкурсе сприймається неоднозначно. Так, компанию МТС контролирует российская ЕФК-система, у которой 64% акций належат близькому до Кремля предпринимцу Володимиру Євтушенкову. Киевстар у свою чергу належить російсько-норвезькому консорціуму Вимпілком, майже 48% акций якого контролюється російською Альфа-Группу. Але у той же час, відмовляючись від конкурсу, держава позбавляється можливих надходжень до бюджету від продажу ліцензій та інвестицій. Це нова інвестиція. Якщо оператори получат ліцензії і початку зробити сети, це практично приблизно по розчетам 3-5 років, це тож хороші інвестиції буде в державі у нас, в тому числі і в бюджет. Отведення 3G-св'язи в Україні виграють все. Це є ключовим фактором для дальнішого розвитку економіки. Дело за малим – підписати постановлення Кабміна. Ви можете, пожалуйста, простым языком объяснить, зачем вообще нужен 3G? Очень простым языком. Це значительно в рази ускоряє скорість доступа к данным на сети для пользователей. Вот це для чого їм нужен 3G? У нас є исследовання, проведені дуже уважаючими консалтинговими компаниями, які кажуть, що в країні з розвиваючоюся економікою внедрення 3G полноценно дає рост волового дохода примерно на 3%. Каим образом? Що в случае, що в случае з Україною означає дуже красиву цифру – 45 млрд гривень. Ми ориентируємося на воловий доход прошлого року в гривнах. Якщо він був би такий же, то 45 млрд гривень. Представьте себе, вдумайтесь в цифру. За счет чего? За счет того, что многие бизнесы начинают работать совершенно по-другому. Когда ти можеш в любой точці страни иметь доступ к широкополосному быстрому інтернету, понятно, що ти починаєш якісь інновції создавати, ти можеш продавати быстрее, ти можеш создавати контент какой-то быстрей, использовать його і т.д. В конце концов, деньги бегають быстрее, якщо говорити вже так. Що мешаєть, по вашому мнению, на сьогодні, введению 3G в Україні? Хочу вот с чего начать. Україна на сегодняшний день последняя, единственная страна в Європі, де нету массового 3G. Единственная. Вот вы вдумайтесь тоже в этот такой факт. Это, знаете, говорят, мы самая лучшая или самая красивая и так далее, и так далее. Вот этим нужно гордиться. То, что мы единственная страна, где нету 3G, это же наоборот. И вот если мы вспомним, наша революция, которая прошла на Майдане, она была, как названа? Революция гидности. Я вот хочу сказать, что когда прошла такая революция в стране, что уже стыдно, наверное, не иметь 3G. Потому что, ну как это? И что мешает этому? В этом вопросе 3G столкнулось слишком много интересов. Понятно, что есть интересы правительства, которое, наверное, хочет получить много денег за лицензии. Понятно, что есть интересы армии, которой важно произвести правильную профессиональную конверсию частот. Понятно, что есть интересы, наверное, одного оператора, у которого есть вот неполноценная лицензия 3G, покрывающая не всю страну, с которой он как-то работает и зарабатывает деньги. И понятно, что есть интересы трех других операторов, которые хотят получить доступ к лицензии 3G, но не за любые деньги. Тоже есть интересы. И вот их там столько много этих интересов, и накладываются, понятно же, еще трудные времена для страны. Ну, наверное, сейчас 3G все-таки не самый главный вопрос для правительства. Поможет ли 3G увеличить выручку и прибыль от телекоммуникационных компаний? Это очень хороший вопрос. Обычно 3G помогает увеличить выручку, но не на очень много. Сразу хочу предупредить вас. Почему? Потому что ведь в нормальных странах в мире 3G дают нескольким конкурентным компаниям. И когда ты ее даешь нескольким, и у каждой есть деньги на постройку сети, то никто не может выставлять тарифы, какие бы он хотел. И поэтому ожидать, что выручка увеличится на десятки процентов, это неразумные, несерьезные ожидания. Другое дело, что поскольку в стране уже 2G давно, все инновации уже пройдены, Эдж уже стал далеким прошлым, уже нечего внедрять. И, соответственно, вот сейчас у операторов точно не на чем растить выручку. И я вот хочу еще один момент отметить. Сейчас многие говорят, слухов уже очень много ходит про 3G, что будто бы тендер по 3G будет проводиться так, что продадут сначала только одну лицензию, а потом через какое-то время продадут вторую, а может потом еще третью. Я вот хочу сказать, что когда продадут одну лицензию, во-первых, это будет удивительное для Европы событие. То есть 3G сделают неконкурентным бизнесом, сделают монопольным бизнесом. Очень удивительно, Украина вроде как идет в Европу, а с другой стороны идет непонятно куда. А со второй стороны, та компания, которая купит эту одну лицензию в большой борьбе с другими компаниями, очевидно, что потом должна будет вздуть цену на услуги для потребителей, чтобы как-то вернуть назад вот эти деньги, поскольку они же будут больше, чем если бы три компании купили каждая по лицензии. В Европе внедрение 3G приводило к росту продаж телекоммуникационных компаний от 3 до 15%, по-разному было. Мы же не знаем, как оно будет у нас в Украине. И мы должны еще помнить одну очень важную деталь, что продавать-то все услуги 3G мы будем, очевидно, в национальной валюте, в гривне, вы будете гривны платить. А инвестиции, которые нам нужно сделать в сеть, это же не украинское оборудование, нам надо будет покупать в евро. И поэтому очень непонятно в связи, ну вы понимаете, что с курсом творится, как это будет все окупаться. Поэтому я хочу сказать, что для телекомовских компаний это очень-очень большой риск внедрения 3G. Не надо считать, что мы 3G продвигаем только для того, чтобы еще-очень больше получить прибыли. Это сложный момент. Я бы так сказал, что и нам, телекомовским компаниям, уже где-то стыдно, что когда мы приезжаем на встречи в штаб-квартиру или на какие-то конгрессы международные, и когда мы говорим, что у нас вообще-то еще 2G, на нас смотрят как, я даже не знаю на кого, ну представьте себе, какие-то приехали... Пещерные люди, да? Вот, да. Пещерные люди, каменный век. Люди даже не могут себе представить, как страна в центре Европы не может иметь 3G.